Слушай, ну ты показал шоу, уронил, там упал, но смотри по бою есть несколько моментов, первый момент это когда ты отправил его нокдаун, что произошло, почему остановили счет на 6, в принципе это в правилах такое есть, нет, я не понимаю, расскажи, как было изнутри, для чего заново он начал считать? Во-первых, всех вас приветствую, все произошло с Господом Богом и Божьей помощью, поэтому здесь я ничего не хочу сказать, в ринге было как, я ему делаю нокдаун, судья отчитывает до 6, на меня поворачивается и говорит, перейди в противоположный угол, и после этого он начинает счет сначала, я не знаю, как так может быть, и по итогу у меня соперник лежит до 20 секунд, но если это в правилах Федерации бокса России, то это правила Федерации бокса России. Мы знаем, что ты выходил на бой с проблемой, пока была такая травма, и все-таки ты доносил удары, но почему-то в футболистике ударов намного меньше. Я опять же не знаю, как они смотрят со стороны, я не знаю, как они судят, но для меня это большая... Я не хочу ничего сказать, я не огорчу ничего, это кулачка, это спорт, поэтому дальше мы будем двигаться, и где-то сейчас выйдет бой, буду пересматривать ошибки, буду исправить ошибки, делать работу над ошибками с тренером. В первую очередь хочу поблагодарить Смольнянова Игоря Васильевича, команду Николая Тим, Дмитрия Тимошина, который был у меня в углу, который меня сингундировал. Также хочу поблагодарить зал Грушу, хочу сказать огромное спасибо городу Екатеринбургу, что поддерживали. Хочу выразить огромное спасибо Николаю Клименко за то, что предоставили возможность здесь драться. Поэтому что дальше, дальше, конечно, огорчение есть, что выбыл и за борьбу за кулон, но я думаю, что я вернусь. А ты не рассматривал такой момент, твой соперник получил очень серьезные травмы, и он может не продолжить бороться. Я лично знаю, потому что произошло при мне, у соперника 6 швов на губе, и у него переломная лицевая кость. В принципе, такая практика бывает, когда выбывает один боец, который выиграл. Я за. За любое противостояние с любым соперником. Руки целые, у тебя только... Ну, опять же, я повредил левую руку, опять же, которая была сломана, ну, повреждена. Но это ничего страшного, это все лечится, все восстанавливается, поэтому дальше только газ, дальше только полный вперед. Слушайте, а вот по-честному, сам себе еще после боя сказал? Сам себе после боя сказал то, что не свободал с эмоциями. Я полетел в первом раунде, на что наткнулся на джеб и получился нокдаун. Да, я не свободал с эмоциями, полетел, чуть себя уже поругал, чуть себя уже где-то обматерил, что не свободал с эмоциями. Ну, ничего, это всего лишь, как сказать, опыт. Но если так суждено, я что при поражении, что при победе, я всегда благодарю Господа Бога за то, что так получилось. Если я сегодня проиграл, спасибо Господу Богу, я проиграл. Значит, где-то что-то я оступился, где-то что-то я не доделал, не сделал. Я думаю, что РСС обязаны устроить реванш, и это должно быть 5 раундов. Да, если РСС это удобно, и они предоставили мне такую возможность, то там уже будет совершенно другой снежный человек, совершенно другой уже будет бой. И я уверен, что следующий бой будет в одну калитку, это 100%. Не 100%, но 99,9%. Но все-таки 0,1% я должен дать сопернику. То есть, я не должен говорить, что соперник нулевой, нет, это соперник чемпион Иба, Евразия, это хороший соперник. Он хорошо боксирует, молодец. Я желаю ему скорейшего восстановления, желаю ему здоровья. И я думаю, что если Николаю Клименко интересен на нас реванш, то я думаю, мы с ним поделимся только уже и в Гран-при, а уже как рейтинговый бой. Спасибо.